Наибольшее воспитательное значение для ребенка имеет то, что он слышит от родителей, когда они его не воспитывают. Роль второстепенного огромна. Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня с большой радостью и гордостью представляю вам одну из моих самых любимых книжек. Она не про воспитание, это не Юлия Гиппенрейтер, как вам могло показаться. Это книжка, которую написал Умберто Эка «Маятник Фуко». Очень кратко, о чем эта книжка. Несколько героев от скуки и от своего очень большого ума начали разрабатывать теорию мирового заговора. Начали они, разумеется, с тамплиеров и дальше начали двигаться к современной европейской истории. Некоторые факты они связывали между собой, хотя они не были связаны. Какие-то исторические события они отметали как несуществующие. В итоге у них получилась довольно красивая, выстроенная теория мирового заговора с мировым теневым правительством, которое берет свои корни, разумеется, от тамплиеров. Это они делали исключительно от своей интеллигентности, скуки и желания покрасоваться друг перед другом. Но, разумеется, у любой хорошей теории заговора есть один недостаток. В нее обязательно кто-нибудь в конечном итоге поверит. Так случилось с этими несчастными героями. Что с ними было дальше, рассказывать не буду. Но ничего хорошего и даже не надейтесь. Но, дорогие читатели, дорогие друзья, это прекрасный, толстый, глубокий роман, который я вам горячо рекомендую читать в течение всего лета на веранде на даче или в отпуске. Умбертека высмеивает вот эту волну лже-популяризаторов, лже-историков. Например, Дэна Брауна с его кодом да Винчи. Для Умбертека это все-таки существующие факты. У него есть прекрасная в Майкинхенфуко лекция о нумерологии. О том, что можно взять любой объект, даже стол, который стоит передо мной, сложить его вершины, длины, умножить на массу и получить отсылку к какому-нибудь 1666 году. Или просто получить число зверя и тем самым получить доказательство, что именно этот стол является, например, сатанинским. Это всего лишь игра разума и цифры не имеют никакого значения, так же, как и даты не имеют под собой сакрального смысла. И неспроста я привел стату в начале. Именно вторичные факторы играют огромнейшую ключевую роль в нашей с вами жизни. В каком-то смысле роман «Маятник Фуко» и об этом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин